В этом году концерт к юбилею, Высоцкого 85 лет поэту, и традиционно концерт будет состоять из двух отделений, но особенностью нашего нынешнего концерта является выступление нашей почетной гости, известной российской актрисой театра и кино, друга Владимира Усоцкого Ларисы Анатольевны Лужиной. Самые яркие воспоминания в горах, когда я сказала недоброе слово в отличие в адрес товарища Сталина, нашего генерал-иссимуса, грузины на меня напали, Володя, меня с Станиславом Сергеевичем, с Говорохиным защитили от ножа. Вот что самое яркое, у меня до сих пор росло впечатление. Над Мурманском нет туч, не благо, и хоть сейчас летит Ашхабада, открыт Киев, Харьков, Кишинек, и Львов открыть, но мне туда не надо. Это было середина 80-х, как раз о Высоцком начали говорить, начали писать, начали издаваться пластинки где-то вот в то же время, и я где-то услышал и стал искать. Ну, родители заметили, что с ребенком что-то происходит, я так делал, аааа, вот такое что-то вот, да. В конце концов, это кончилось тем, что в пятом классе я дал концерт на 8 марта. Наверное, сила вот песен Владимира Семеновича Высоцкого настолько высока, что никаких сомнений, что вот я все делаю правильно, не было. Я с детства пытался исполнять Высоцкого. Первая песня, которую я вообще исполнил, это было просто акапельно. В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг не графика, случилось и несчастье. Меня попросили спеть на какой-то из конкурсов, и я вот просто вышел. Да еще даже на гитаре не играл, просто вышел. Тут поднялся, голоден шел, и вот как-то в таком плече все это происходило.